Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей. Сегодня в эфире. В 400 пещер долины Маджаванг-Багеши Западная Армения будут представлены миру. Начальник Генштаба Вооруженных Сил Республики Армения посетил восточную приграничную зону. Курды и те, кто сейчас в земле. США готовятся к долгосрочным переговорам по ядерной программе с Ираном, сообщает Белый дом. Напряженность в турецко-китайских отношениях. Фотография озера Ван из космоса прошла финал конкурса НАСА. В этот день в 1864 году в Шуши была основана женская школа имени Мария Мянху Косян. 7 апреля – Всемирный день здоровья. Около 400 пещер в 17-километровой долине Мадаван в районе Ахлад в провинции Багеш Западной Армения будут восстановлены и введены в туристический сектор. Ахлад, где насчитывается 8 тысяч гробниц, отличается своей исторической ценностью. Долина Мадаван – одна из сотен исторических достопримечательностей провинции. Соответствующие органы недавно подготовили проект восстановления почти 400 пещер в долине, которая недавно была объявлена особо охраняемой территорией. Восстановление пещер будет осуществляться по совместному проекту, а они будут открыты для мирового туризма. 6 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения генерал-лейтенант Артаг Давтян посетил воинские части, расположенные на восточной границе Республики Армения. Проверил уровень готовности личного состава. Об этом Армен Пресс сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства обороны Республики Армения. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил также посетил военные базы приграничной зоны в воинской части Н, подчиненной второй воинской части, ознакомился с оперативной обстановкой на данном участке границы, условиями боевого дежурства, инженерными и фортификационными работами на передовой. Генерал-лейтенант Артаг Давтян поручил командирам подразделения и дальше повышать уровень физической, боевой и морально-психологической подготовки личного состава. Если бы в прошлом с курдами случилось что-то плохое, они бы сказали «Нас прокляли те, кто сейчас в земле». Так кто же были в этой земле? Были ли это армяне или ассирийцы, чьи жены, дочери, братья и сестры, их имущество, земли и дома были конфискованы, прошены в бездомные колодцы, сожжены и уничтожены. Одно из воспоминаний землетрясения – Вартуи, история, разрушенная на площади мечети. Во время землетрясения верующие погибли, а имам был спасен. Заблуждение имаму еще долгое время звучало в этом районе. Пришло проклятие тех, кто в земле. Все из-за людей, построивших эту мечеть, из церковных камней, которые они разрушили собственными руками. В этой полной проклятии географии месть, к сожалению, душераздирающая. Полная версия статьи доступна на нашем официальном сайте. Соединенные Штаты ожидают, что консультации с Ираном по ядерной сделке будут продолжены и считают, что дипломатия – единственный верный путь вперед. Как сообщает ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. На брифинге во вторник, комментируя встречу в Вене, которая была посвящена переговорам по совместному всеобъемлющему плану действий. В Вене ведутся переговоры. Они протекают через наших европейских партнеров. Рассчитываем, что ожидаются сложные этапы, что переговорный процесс будет долгим. И мы по-прежнему считаем, что дипломатический путь – это правильный путь к прогрессу, сказала Псаки. Напомним, что после переговоров в Вене, как и в предыдущие дни, иранские официальные лица заявили, что Иран вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если США сделают первый шаг в снятии санкций против Тегерана. Чрезвычайный полномочный посол Китая в Анкаре Лю Шаубинь вызван в МИД Турции. Причина – сообщение в Твиттер на странице посольства Китая в Анкаре, которое обеспокоило руководство Турции. 5 апреля мэр Алаксинер, лидер националистической турецкой оппозиционной партии «Хорошая ИИ» написал в Твиттере о выступлении против территориальной целостности Китая. «Восточный Туркестан, западные территории Синьцзянь-Уйгурского автономного района Китая, однажды станет независимым». Оппозиционный маранкары Мансур Явас назвал инцидент в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе 31 год назад резнёй. В ответ на посты турецких политиков на странице посольства Китая в Твиттер был размещен следующий пост. «Китайская сторона выступает против и решительно осуждает любой вызов со стороны любого лица или силы, суверенитету и территориальной целостности Китая». К сообщению были прикреплены аккаунты Аксенера и Джаваша в Твиттере. Фотография озера Ван из космоса прошла в финал фотоконкурса организованного НАСА – Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. Об этом сообщает akung.net. Автор фотографии – космонавт Кейт Рубинс. Последнее увековечило этот вид в 2016 году 12 сентября. Автор назвала озеро Ван самым большим озером с солёной водой в мире. Изначально на фотоконкурс было подано 32 фотографии, а в финал с фотографией озера Ван вышел снимок 2012 года, сделанный астронавтом Доном Пети, показывающий звёзды, движущиеся в направлении Америки. На 12 апреля назначено голосование для выбора одной из фотографий, которые прошли в финал. В этот день в 1864 году в Шуши была основана женская школа имени Мария Мян-Рукассян. Школа была основана стараниями господина Шанщана, Перча Прощана и местной Читы Ахумян. Сначала школа действовала в налоговом отделе собственной квартиры Ахумянов. Инспектором была избрана одна из Ахумян. Целью было подготовить просвещенных учителей и матерей. Обучение проводилось на армянском языке. Девушки обучались армянскому языку, русскому языку, истории Армении, арифметики, географии, искусству, ремеслу, живописи и пению. Она была закрыта после нескольких лет эксплуатации. После была заново открыта в 1876 году стараниями господина Сайдракяна и названа школой девочек имени Рипсимян. Позже его переименовали школой имени Мири Амян. В 1877 году у школы было 4 учителя, 70 учеников. С 1884 года в средней школе уже было 13 учителей и 171 ученик. В 1888 и 89 учебных годах у неё было 199 учеников. В учебную программу были добавлены религия и естество знания. В 1908-1909 учебных годах в ней было 5 кафедр, на которых обучалось 218 студентов. В 1913 году братья Хукасяна и Шуши в память о своей покойной сестре Мариам пожертвовали 200 тысяч рублей местной женской школе. И школа получила название Мариам Хукасян. Все предметы преподавались на армянском языке, кроме истории и географии России. В 1915 году в ней было 320 учеников. В 1917 году это была полная средняя школа. Эксплуатировалась до 1920 года. Ежегодно 7 апреля отмечается как Всемирный день здоровья в разных странах мира. В этом году девиз Всемирного дня здоровья – высоко ценить медсестер, а кушерок поддерживать их усилия. Медсестры и другие медицинские работники в настоящее время находятся в авангарде борьбы с COVID-19. Ежегодно 7 апреля в день основания Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день здоровья. В этот день в 1948 году Всемирная организация здравоохранения в Нью-Йорке подготовила первый проект Международной конференции здравоохранения. В июне того же года в Женеве прошла первая ассамблея Всемирной организации здравоохранения, в которой приняли участие представители более 61 страны. С этого года этот день ежегодно отмечается в разных странах как Всемирный день здоровья. Далее для вас Ереванский камерный хор представит произведение Комитаса. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok